ПОПУЛЯРНЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ Щас, я думаю, чё посмотреть Давайте вот это, наверное Ну да Хуя себе, блять Полицейские в прицеле Трагедия в Оклахома-Сити Четыре миллиона просмотров Даже интересно Из-за чего столько просмотров Надо АУК Ну давайте видос посмотрим И АУК тогда На Бусти Этот инцидент произошёл недавно В Оклахома-Сити И заставил сильно переживать Как сотрудников офиса шерифа Так и остальных жителей города 22 августа 22 года Примерно в 13 часов Три помощника шерифа Бобби Шварц, Марк Джонсон И Мелоди Нортон Приехали к дому Расположенному на 78-й улице Они привезли для вручения Судебный документ Уведомление о выселении из дома Гражданина Бенджамина Планка Помощники шерифа Подошли к входной двери Но Планк Бля, ну Сразу видно Человек такой Подозрительный Кудеря Спасибо тебе большое За подписочку Рейзи Спасибо тебе тоже За переподписку Крид Спасибо тебе за переподписку Это не тот Крид Другой Казался ее открывать Тогда офицеры Бобби Шварц И Марк Джонсон Подошли к двери В задней части дома А офицер Мелоди Нортон Осталась у парадного входа Планк Вооруженный Что же может пойти не так Пистолетом находился внутри дома Как только двое помощников шерифа Подошли к его окнам Он открыл по ним огонь Офицер Шварц Пораженный двумя выстрелами Упал на землю Подозреваемый переместился в гараж И открыл огонь по женщине-офицеру Которая находилась у парадного входа Но не попал к нее После этого преступник вышел через парадную дверь И направился к восточной стороне дома Где столкнулся с офицером Джонсом Который пытался оказать помощь раненному напарнику Произошла перестрелка В ходе которой помощник шерифа Получил серьезное ранение Офицера запросили по рации помощь У подозреваемого был пикап В который он взял огнестрельное оружие И покинул место происшествия Когда на место происшествия Прибыли помощники шерифа Они узнали, что подозреваемый Скрылся из дома на автомобиле С буксирным устройством На котором была закреплена лодка Примерно в 13.30 Один из офицеров Обнаружил автомобиль подозреваемого Который ехал по 89-й юго-западной улице Вот дурак, блядь Что-то музыка знакомая Ой, блядь Из колды? В ходе преследования Офицер попытался провести пид-маневр Но безуспешно Двигаясь по межштатной автомагистрали Планк открыл огонь По автомобилю помощника шерифа Мне кажется, вот тот дальнобойщик Который без прицепа ехал Мог бы на самом деле помочь Так знаете, свернуть резко И придавить этого чувака на машине Хотя вдруг он убил бы его Тем самым Создав аварийную ситуацию Ну ему бы, я думаю, ничего не сделали Срочно там на фронте движ начался Ну дай видео досмотрим Подозреваемый в движении продолжал вести огонь Ты бы так сделал Ну я бы старался помочь Помощник шерифа Который находился на пути следования Планка Открыл огонь из винтовки После этого офицер, преследовавший Планка Который находился ближе всего к его машине Открыл огонь из винтовки Через лобовое стекло Минус стекло получается Двигаясь по межштатной автомагистрали 40 Подозреваемый внезапно свернул шоссе И направился по дороге Которая вела к базе ВВС Можно заметить, как Планк держит в руке винтовку Так, и че? Когда подозреваемый остановился у пропускного пункта Он все еще держал винтовку в руке Высунув ее из окна И остановив машину, бросил ее на землю И все? Планк вышел из машины, подняв руки вверх Шериф Томми Джонсон выступил на пресс-конференции Которая прошла примерно спустя один час После задержания Планка Джонсон не смог сдержать эмоции И расплакался, когда говорил о раненых офицерах Обоим офицерам в тот момент оказывали помощь медицинские работники Сержанта Бобби Шварца не удалось спасти И он скончался от полученных ранений А помощник шерифа Марк Джонс находился в больнице С поврежденной бедренной артерией и осколками в животе Задержанный был помещен в центр заключения округа Клахома По подозрению в убийстве первой степени Стрельбе с целью убийства Нападении и нанесении побоев С применением опасного оружия А также в использовании транспортного средства Для стрельбы из оружия В доме, в котором проживал Планк Были обнаружены и изъяты следующие предметы 38 стрелянных винтовочных гильз 9 стрелянных пистолетных гильз Пистолет ГЛОК-17 Винтовка АР-15 Винтовка с продольно скользящим затвором Винтовка Винчестер Дробовик 5 валютных телефонов Кроме того, офицеры изъяли у Планка винтовку АР-15 Которую он держал в руке Когда выходил из своего пикапа Перед задержанием Спустя всего 4 дня после инцидента Офицер Джонс, который был тяжело ранен Был выписан из больницы Он перенес операции И восстанавливается так быстро Что врачи не верят в это чудо Стрельба стала сильным шоком Для сотрудников офиса шерифа Последний раз помощник шерифа округа Оклахома Был застрелен 87 лет назад 14 июня 1935 года В то время офис шерифа Назывался управление констебля округа Оклахома Констебль Джосеф Вуд Был последним офицером Убитым при исполнении служебных обязанностей До последнего инцидента А я думал это уже видос Это заставка А сколько лет? Три года блять Три года Где мы раньше были? Где мы были все эти три года? И почему мы это не смотрели? Почему мы только сейчас начали это делать? Друзья, всем привет Сегодня свежие инциденты из США И один случай, произошедший два года назад Но я решил включить его в выпуск Поскольку посчитал достаточно интересным 6 апреля 2020 года В альбоме сейчас тоже есть какой-то контент на ютюбе Какие-то видосы Охуенные, да? Которые мы почему-то блять не смотрим Но начнем смотреть года через два-три Возможно, если нам это попадется каким-то образом Нет Да, да, да Дип Боза, спасибо Спасибо Округ Кломакс, штат Орегон На номер службы спасения 911 Поступает звонок В котором сообщается, что двое мужчин Ворвались в жилище Расположенное поблизости от 35-й дороги Камеры видеонаблюдения зафиксировали подозреваемых При совершении кражи со взломом Один из помощников шлифа И офицер полиции штата Орегон Находились неподалеку А этот мне как-то больше нравится Канал Охуенно Что в лесу каком-то А это кто? Когда офицеры ехали по 35-й дороге К дому, где произошла кража Они встретили подозреваемых Которые двигались им навстречу На автомобиле Субару Когда помощник шерифа вышел из машины Чтобы подойти к Субару Подозреваемый нажал на газ И машину заднего кода Ехало какое-то время Ой 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 Что? Машины побросали Бля Красивое место, слушайте Сейчас клещи еще пособирали Подозреваемые побежали в сторону дороги 26 Несколько подразделений полиции начали поиски В течение одного часа Офицеры К-9 Выследили обоих подозреваемых О, попався, сука Они опознаны как два брата Аарон Нис, 29 лет, из Биверкриг И Джеймс Нис, 27 лет, из Вуд Виллидж В их брошенной машине Обнаружено похищенное имущество Метамфетамин и дробовик После ареста полицейские поняли Что поймали людей Которые уже неоднократно совершали такие преступления Как кражи свободным доступом Кражи со взломом Мошенничество Хранение И продажа наркотиков Офицеры обнаружили в адресе у задержанных Пропавшие транспортные средства Такие как трактор Джон Дир Несколько автомобилей Субару И мопед По мере расследования преступлений От задержанных братьев Стали поступать признательные показания Уже через три недели 29 апреля 2020 года Окружной прокурор округа Каламакс Учитывая признательные показания Приговорил Клейтона Ниса К 29 месяцам тюрьмы Он также должен выплатить Компенсацию своим жертвам А чуть позже, 8 мая 2020 года Тот же окружной прокурор Приговорил Аарона Ниса К 80 месяцам тюрьмы Он также должен выплатить Компенсацию своим жертвам Пиздец, у нас в России за фейки Типа на 8 лет садят 21 апреля 2020 года Новый Орлеан, Луизиана В 8.45 в один из домов На Банди Роуд В квартале 67-00 Прибывают 4 офицера полиции Для содержания Горация Топпинса Который подозревается в домашнем насилии Они заходят в квартиру И идут молча Стараясь не шуметь Они двигаются в сторону ванной комнаты Впереди идет офицер Дусет За ним женщина-полицейский По фамилии Винчестер И офицеры Мозли и Мула Вот так задуматься Что в головах этих долбоебов Такое есть, конечно, везде Но в США уж слишком до хуя такого Мы это видели, кстати Это мы на другом канале смотрели На Прополис, по-моему Бля, там ребенок Собака Женщина А кто стреляет? Ребенок Я думал, собака Подойдя к закрытой двери ванной комнаты Офицеры заглядывают туда И начинается стрельба Офицер Дусет отступает в спальню Винчестер падает на спину И ползет в укрытие Мозли и Муа Также отступают по коридору Как позже рассказал офицер Дусет Подозреваемый после стрельбы Побежал из ванной комнаты в спальню И попытался выпрыгнуть из окна Но Дусет повалил его на пол И они начали бороться По словам офицера Во время борьбы Пистолет подозреваемого Выстрелил два раза Позже в полиции сообщили Что пистолет Топпинса Выстрелил во время задержания Десять раз А дверь ванной комнаты После инцидента Была покрыта множеством отверстий От выстрелов Кто первым открыл огонь Выясняют следователи Офицер Дусет получил ранение руки Ни подозреваемый Ни другие полицейские В этом инциденте не пострадали В полиции также выясняют Почему на двух офицерах Дусет и Винчестере Не были надеты бронежилеты Кроме того На них не было Просто хотел вас разбудить Оформленные одежды С надписями полиция И нательных камер Да бля У меня просто чат засыпает И соответственно Надо же как-то Это там Это страшно нахуй Ну а Че вы блять Сидите Я порой смотрю Мне кажется чат сломался Оказывается нет Чат работает Сидят Молчат Че-то блять Вы че молчите А ну быстро разговаривать начали Полиции сообщили Что события Которые привели к задержанию Также будут расследоваться Как стало известно Офицеры были вызваны В квартиру информатором А не вызовом Службы спасения Выясняется также Сообщали ли полицейские Участвующие в задержании О своих действиях Перед выездом в адрес Ты не читаешь Бля Я только это и делаю Что читаю чат Офицерам из 7 округа А также подразделению спецназа Охивай реально Смотрите на дверь 28-летний топпинс Остается Топпинс В заключении За него назначен залог В размере 529 тысяч долларов Сколько нахуй Он обвиняется В покушении на убийство Полицейского Первой степени И в грубых действиях И угрозах Убийства мать Это же где столько бабла найти И его детей По крайней мере 5 раз С прошлого лета Женщина заявляла об этом В 2016 году Он был признан виновным В причинении телесного вреда Своей подруге Дусет в настоящее время Находится вне больницы Но сообщается Что восстанавливаться Он будет долго Офицеры Мозли и Муа После непродолжительного перерыва Продолжают нести службу В обычном режиме Офицер Винчестер На время расследования Несет службу На административной должности Бридж Крик Оклахома 10 ноября 2017 года Бля, вот я заметил Что всякие Орегоны Огайо Оклахома Луизиана Днеброска Дакота Но в Нью-Йорке Ничего не происходит Как будто бы Бойся Просто так Садатор Спасибо тебе большое За просто так Спасибо за 120 рублей Женщина видит Как с подъездной дорожки дома Неизвестную гоняет Ее пикап с прицепом Через какое-то время Она звонит Своему мужу И сообщает об угоне Супруг женщины Шейн Джексон Находится в это время В городе И замечает свой пикап За рулем которого Неизвестный мужчина Джексон садится в машину И начинает его преследовать Около 10-20 утра Он звонит в службу спасения И заявляет об угоне Офицеры полиции Отреагировали на это сообщение И обнаружили пикап На перекрестке То есть чел где-то находится И тут видит Свою машину В которой сидит Левый чел И куда-то едет Я такой Ебать Это ж моя машина И почему в ней Левый чел Реально То есть Не подстроено Ну естественно Это не подстроено Ну типа Ебать Как совпало Или что 44-й И Энгью Полицейские попытались Задержать машину Но подозреваемый Не подчинился Началась погоня Во время погони У пикапа Отцепился прицеп В какой-то момент Подозреваемый Оторвавшись от полицейских Остановил машину И стал выгружать Из кузова предметы Которые мешали ехать В том числе Большой ящик С инструментами Также он отрезал Колючую проволоку Которая была намотана На кузов машины В этот момент Гражданин Находившийся рядом Увидев подозреваемого И поняв Что его преследует полиция Попытался заблокировать Его машину И выстрелил ему Из пистолета в колесо После чего Подозреваемый Запрыгнул обратно В машину И поехал дальше Подозреваемый В итоге выехал в поле Рядом с Индиан Хиллс Роу Он продолжительное время Стоял и никуда не ехал Полиция в свою очередь Не пыталась его задержать В то время Пока подозреваемого Преследовала полиция Он периодически выходил В прямой эфир Фейсбук И говорил Что хочет покончить С собой И что у него При себе есть оружие Полицейские Опасаясь за то Что он покончит с собой Не предпринимали Активных действий За то время Пока продолжалась погоня На место Где стоял пикап Успели приехать Журналисты И прилетел вертолет Что, что, что происходит Что в чате происходит Боты Понятно Да это не зетники Блять Люди типа спят Долбоебы Хватит хуйню спамить Какое-то время А то аука вам не будет Снова поехал Полицейские возобновили Преследование В каком хороре Ты что несешь Спасибо тебе за 240 рублей Нифига тачка Кстати, да? На ней реально Только по полям ездить По полям По полям Черный пикап Едет к нам И что, он так и будет Кататься по полям Застрял Бля Е-е-е-е Как вы, где нахуй Эффектный Все А? Маневров Пикап задним ходом Заезжает в большую лужу Из которой он уже Не смог выехать Бля Ну конечно Чисто в болото Заехал Ну и чего ты добился Дурак Ой блять Ой блять Че блять Штаны спали Снимай штаны Уже Все Один из офицеров Один из офицеров подбежал к подозреваемому И применил тезер Всего погоня длилась 2 часа 40 минут Несколько школ находящихся поблизости На время инцидента были закрыты Мужчина был идентифицирован Как Брентон Хаггер 25 лет Он был взят под стражу За угон транспортного средства Помощниками шерифа Округа Кливленд Мужчина который стрелял В машину подозреваемого Был задержан Но позже был отпущен Детективы после консультации С сотрудниками окружной прокуратуры Будут принимать решения О машине данного гражданина Полицейские призывали людей Не вмешиваться Хотел бы устроиться на работу в полиции США Да Подобные ситуации И дать полицейским Возможность выполнять свою работу Полицейские из управления Оклахома Сити Сказали позже Что действия мужчин Как зачем работать блять Да это ж круто быть полицейским в США Да Рассказывай потом всем Да я полицейский в США Не работать А служить Да Нельзя стрелять в автомобиль Другого человека Даже если его преследуют полицейские Друзья Спасибо всем за просмотр Давай Не реально Ты бы через месяц Сдох бы от бандосов Ну да Конечно чел Тут же каждый день Блять Перестрелки Чисто война Банд И полицейских Иначе то никак Каждый день убивают По несколько Блять Полицейских Ага Ага Так Что дальше Аук Благодаря Благодаря Благодаря